Итак, добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш семинар. Семинар посвящен теме базовые интернет-технологии. Что это такое, что в них входит, какие интернет-технологии должен знать современный интернет-маркетолог, человек, который собирается продвигать интернет-ресурсы, управлять их продвижением. Меня зовут Яков Михайлович Васин. Я преподаю в центре специалист курсы по направлению интернет-маркетинга и по некоторым другим направлениям, в частности, CMS1S-Bitrix и ряд других криптоактивов. И эта тема этого семинара, она как раз была обусловлена нашим курсом, который у нас достаточно давно появился в центре, называется «Основа интернет-технологий. Базовый курс для маркетолога». И вот я попробую сегодня как раз в ответ на многие вопросы, которые мы получаем от интернет-маркетологов, рассказать о том, что же это такое базовая интернет-технология и почему интернет-маркетологам с ними необходимо познакомиться, если они собираются в этой области профессионально развиваться. Традиционно несколько слов о нашем семинаре. Семинар у нас проходит в формате 45 минутки, 1 академический час и большую часть времени я что-то рассказываю, а в оставшиеся время вы можете задать свои вопросы. Также вопросы можно задавать прямо непосредственно по ходу семинара. Для этого есть у нас чат, можно использовать голос. Сейчас неудобно по ходу презентации, а вот в конце занятия на 10 минут я выделю время для ответов на вопросы. Итак, в первую очередь, если есть вопросы, можете уже задавать сейчас. Какие-то вводные, организационные. Если нет, то я начну. Итак, на экране как раз тот самый курс, который я упоминал, это интернет-технологии, базовый курс для маркетологов. Именно для того, чтобы подготовить специалистов по интернет-маркетингу, которые будут в дальнейшем становиться SEO-шниками, контекстологами, таргетологами, хоть они и не любят эти термины, но примерно так их и называют чаще всего, SMM-щиками, email-маркетологами и так далее. Очень много направлений в современном интернет-маркетинге, но каждое из этих направлений, каждая специализация в области интернет-маркетинга в обязательном порядке требует от специалистов в каждой из этих областей базового набора знаний, без которых эффективная работа в этой области не то чтобы невозможна, но точно не будет максимально глубокой. И ценной для заказчика, для потребителя с точки зрения конечной цели. В рамках курса у нас как раз разбираются те темы, которые я сейчас хочу озвучить. На экране моя презентация по курсу SEO для тех, кто собирается или планирует становиться специалистами в этой области. Это одна из очень востребованных специализаций, специальности в области диджитал-маркетинга. Постоянно что-то меняется в этой сфере, постоянно что-то обновляется, требует от специалистов, SEO-шников постоянного вовлечения в процессы, которые происходят в интернет-среде. И вот в частности, здесь я пропущу сейчас сертификации свои и так далее, о них я более подробно расскажу уже непосредственно в рамках курса. Перейду к теме, которая называется предварительная подготовка. Итак, в частности, для того, чтобы пройти курс SEO-специалист, у нас в рамках центра необходимо знать основы HTML. Это не является обязательным на 100% технологией или, скажем так, знанием. Тем не менее, это очень и очень полезная вещь. А вот все, что разбирается в рамках интернет-технологии базового курса для маркетологов, знать необходимо. Туда входит огромное количество терминов, понятия, на которых я как раз и хочу остановиться. Практический опыт поддержки сайтов никогда никому не мешал. Это тоже исключительно по желанию, точнее по возможности. Вот перечень необходимых условий. Что же такое основы интернет-технологий, которые мы предполагаем требуются для любого специалиста в области интернет-маркетинга? Этот перечень вы видите сейчас перед собой на экране. Именно на этих технологиях я бы и хотел остановиться. Как вы видите, это довольно немаленький список. И, конечно, он не исчерпывающий. Естественно, всегда можно его расширить. Но, тем не менее, сюда, как я считаю, включено ядро. Вся основная база, без которой так или иначе специалист по интернет-маркетингу эффективно работать не сможет. Как минимум за время своей профессиональной деятельности он точно столкнется так или иначе, косвенно или напрямую, с каждым из этих понятий, с каждым из этих терминов, с каждой из этих технологий. И сейчас я попробую бегло по ним пройтись для того, чтобы объяснить хотя бы, почему они нужны, для чего они нужны бедному интернет-маркетологу. Потому что чаще всего задают еще такой вопрос вместе с вопросом, зачем эти технологии интернет-маркетологу. Интернет-маркетинг – это же вроде как гуманитарная профессия и специальность. Неужели интернет-маркетологу настолько необходимы какие-то технологии? Ключевое слово в термине интернет-маркетолог – это интернет. Потому что сам по себе маркетолог, да, достаточно гуманитарной специальности, хотя с этим многие тоже могут поспорить, но, тем не менее, классический маркетинг, который преподается в университетах, он в большей степени, конечно, имеет отношение к гуманитарным наукам. А вот интернет-маркетинг, само слово интернет уже предполагает, что это ведение деятельности маркетинговой в среде интернет автоматически мы попадаем в сферу действия тех самых принципов и алгоритмов, и технологий, без которых функционирование интернета невозможно. А значит, как следствие, и ведение маркетинговых процессов эффективное тоже невозможно. Начну, как я сказал, с небольшого обзора, о чем идет речь. Без чего, как я считаю, современный интернет-маркетолог не может обойтись в своей профессиональной деятельности. И это ровно те темы, которые мы разбираем в рамках нашего курса, который называется «Базовый курс интернет-технологий для маркетологов». Начнем с DNS-ов. Последовательность здесь совершенно произвольная, но логика следующая. DNS-записи. С DNS-записями столкнется интернет-маркетолог десятки тысяч раз, уже при старте только работы с любым интернет-ресурсом. Это однозначно будет и точно появится при работе с интернет-сервисами для интернет-веб-мастеров, они называются чаще всего, от Яндекса и от Гугла. В обязательном порядке, скорее всего, вы их там увидите. Кроме того, DNS-записи, скорее всего, потребуются при работе с конструкторами Tilda, WordPress и какие-либо иные. Обязательно с этим вы столкнетесь, когда вы будете регистрировать и, соответственно, диригировать ваш домен. Соответственно, понятие регистрация домена, диригирование домена – это несколько более глубокие вещи, чем просто заплатил за домены «Живи спокойно». Управление DNS-записями позволяет добавлять функционал в ваш интернет-ресурс, добавлять субдомены, домены, кстати говоря, субдомены и домены. Эти понятия тоже у нас есть, вот они здесь отдельно выписаны. Работа с ними обязательно повлияет на продвижение и в SEO, и при создании рекламных объявлений, и при, соответственно, разделении сайта, при разделении сайта на какие-то тематические поддомены или субдомены, это, кстати, термин-синоним. А что ТПС – тот протокол, без которого сейчас невозможно функционирование вообще ни одного интернет-ресурса. Чаще всего мы сейчас видим, на этот протокол перешли интернет-магазины, банки, но и уже обычные новостные информационные ресурсы, которые так или иначе реализуют функции взаимодействия с пользователем, сбора каких-то, пусть и не очень важных, но все-таки персональных данных, согласно нынешнему законодательству. Кроме того, современные поисковые машины требуют от владельцев ресурсов обязательного перехода на этот протокол для того, чтобы мы могли получать от поисковых машин какие-то позиции в результатах поисковой выдачи. Этот протокол тесно связан с таким понятием, как SSL-сертификат. SSL-сертификаты, как минимум, интернет-маркетолог должен понимать, что это такое, с чем его едят, что он из себя представляет, где его приобрести, каких типов они бывают, почему их в ассортименте, как правило, 5-6 штук разных у продавцов, кто из этих продавцов является официальным, кто неофициальным. Что такое китайские SSL-сертификаты? Кроме того, в нынешних сейчас условиях с SSL-сертификатами произошла довольно неприятная ситуация, в частности в России. Некоторые из эмитентов SSL-сертификатов выпускающих организаций прекратили это делать, например, для российских компаний. Соответственно, возник вопрос, как реализовывать функцию защищенного протокола передачи данных между клиентами и серверами в рамках нашего отечественного РУНЕТ-пространства и появились некие альтернативные способы решения этих вопросов. В общем, тут целый ряд тоже факторов, с которыми приходится сталкиваться современному интернет-маркетологу вживую. Понятие IP-адреса, без него вообще невозможно функционирование интернет-сети в принципе. Что это такое, по какому принципу они формируются, что такое внутренний, внешний IP-адреса, почему от IP-адреса зависит геопозиционирование, почему без IP-адреса мы не можем настроить DNS-запись, что такое A-запись, например, или 4A-запись, что такое, соответственно, так называемый IPV-6 адрес и IPV-4, и почему переход этот еще пока не завершен, и будет ли он завершен. Вот масса таких моментов, с которыми неизбежно столкнется тот, кто запускает свой новый интернет-проект или выполняет настройку уже существующего до настройку. Понятие порт, с которым, конечно, интернет-маркетолог наверняка столкнется реже, но тем не менее тоже возникает, что такое порт сервера, каким образом его используют, что такое SSL-порт сервера, что такое HTTP-порт сервера, какие они, в каких случаях бывает, что настраивать в случае, если вы приобретаете хостинг самостоятельно, или ваши специалисты настраивают, а вы, как интернет-маркетолог, должны уметь проконтролировать результат работы ваших технических специалистов, если вы не понимаете, что это такое, каким образом вы можете что-то контролировать. Да, интернет-маркетолог сам не настраивает, как правило, ни хостинг, ни, естественно, чаще всего шаблоны сайта, чаще всего редиректы он не настраивает, но контролировать результат работы технических специалистов, уметь поставить правильно техническую задачу техническим специалистам и проверить, то ли они сделали. Это прямая обязанность интернет-маркетолога, без понимания этих принципов он ничего им не сформулировать, не сможет, естественно, и проверить тоже. Регистраторы. Ну, работа с регистраторами вообще обязательное условие при создании новых проектов, при защите собственности интеллектуальной, в частности, организации компаний, где работает интернет-маркетолог. Хуис, сервисы. Сервисы Хуис – это сервисы, которые позволяют проверить владельцев доменов. Через сервисы Хуис можно контролировать сроки оплаты доменов. CMS и конструкторы в настоящий момент существуют два базовых основных способа разворачивания и создания самостоятельного интернет-ресурса. Это либо приобретение какой-то CMS, либо использование бесплатной CMS с ее доработкой, либо приобретение платной CMS. Контент-менеджмент систем, чем они отличаются. Умение работать как минимум с той CMS, на которой работает ваш основной интернет-ресурс. Конструкторы – это альтернативный метод, который имеет массу своих преимуществ. Как правило, это шаблонизатор, то есть механизм, позволяющий из готовых кубиков, скажем так, собрать новый готовый интернет-ресурс. Намного проще. И даже часто это может сделать сам интернет-маркетолог без привлечения технических специалистов. Но, естественно, менее гибкий, имеющий массу своих ограничений подход. Так что виды конструкторов, какие у них есть плюсы и минусы. Как правильно выбрать платформу для своего интернет-ресурса. Все-таки CMS или все-таки конструктор. А если конструктор, то какой, а если CMS, то почему не WordPress, ну и так далее, и так далее. Чаще всего, повторюсь, эти вопросы будет все-таки решать группа или команда технических специалистов. Но интернет-маркетолог помнит о том, что сайты создаются не для технических инженеров. Сайты создаются для обычных рядовых пользователей. И для того, чтобы они могли решать, реализовывать, выполнять маркетинговые функции в первую очередь. Поэтому, если в принятии решения о том, какую интернет-платформу использовать для веб-ресурса, не принимает маркетолог, то, как правило, такой интернет-ресурс в дальнейшем продвижении уже не подлежит или приходится его переделывать чуть ли не с нуля. Скрипты аналитики, обязательные условия контроля за рекламными бюджетами, за работой SEO-специалистов, SMM-щиков, таргетологов, контекстологов, e-mail-маркетологов и так далее, и так далее. Это веб-аналитика, соответственно, как минимум умение и понимание, что такое пиксель аналитики, умение с ним работать и как минимум умение проверить, установлен ли он у вас на сайте, если установлен, то хотя бы какой, если он установлен, то хотя бы правильно ли он установлен, действительно ли он что-то собирает или на самом деле он собирает данные в пользу вашего конкурента, например. Для этого не требуется очень глубоких, каких-то серьезных технических знаний, но научиться работать, проверять, контролировать хотя бы пиксели аналитики и подключать их можно и нужно любому интернет-маркетологу. Базовые знания языка HTML. Чуть раньше я уже упоминал про то, что это не является обязательным условием для, в частности, наших курсов по SEO, например, но базовые понимания, базовые принципы и знание элементарных тегов и хотя бы простеньких элементарных атрибутов тегов – очень важный элемент, который позволит интернет-маркетологу проконтролировать, проверить содержимое этих тегов, тех же блоков HEAD и BODY, например. Это точно пригодится при использовании установки или при контроле за установкой пикселей аналитики. HTML-элементы, ID, так называемые элементы, классы элементов точно пригодятся при использовании, отслеживании событий, действий каких-то на сайте, которые вы будете использовать для контроля за конверсией на вашем сайте. Это JavaScript-перехватчики, которые интернет-маркетолог точно не будет писать, но понимание хотя бы их принципов работы и это очень важно, корректность их настройки, потому что при неверной настройке JavaScript-событий можно в итоге контролировать совершенно не ту конверсию, которую на самом деле мы бы хотели контролировать и на которую как раз таки мы настроили автоматический механизм машинного обучения рекламной системы и в итоге, соответственно, мы получили совершенно не ту аудиторию. Мета-теги, тайтл, роботс и так далее обязательно для SEO-шников они обязаны уметь их проверять, контролировать при необходимости часто очень CMS-ки и конструкторы позволяют вносить изменения в хэт документа, включая внесение самих мета-тегов. Если такая возможность есть в вашем движке, в вашем конструкторе, то мета-теги будут вам доступны, значит вы как интернет-маркетологи сможете через эти мета-теги управлять каноническими настройками страниц, настройками тех же тайтлов, инструкции для поисковых роботов. Нет, 6.45. Нет, ничего не надо. Хостинги. Соответственно, платформа для того, чтобы разместить на ней какой-то движок, например, CMS. Работать с хостингами приходится, например, потому, что на хостинге, на уровне, на стороне хостинга настраиваются те же самые SSL-сертификаты, как минимум для контроля. На уровне хостинга часто настраивается e-mail платформа, e-mail сервис для вашего интернет-ресурса. На уровне хостинга можно настраивать разного рода, точнее, выкладывать на сайт через хостинг ваши документы какие-то, то есть прайс-листы, какие-то презентации, допустим, которые должны быть доступны пользователям вашего интернет-ресурса. Все это чаще всего делается непосредственно через файловый менеджер хостинга. Очень много других операций можно выполнять и нужно, и приходится выполнять, в том числе редактирование тех же метатегов, например, размещение тех же скриптов, аналитики. Чаще всего это просто Ctrl-C, Ctrl-V, но знать, куда Ctrl-C и Ctrl-V, это очень ценно для интернет-маркетолога, и даже без привлечения очень дорогостоящих технических специалистов вы можете это сделать самостоятельно чаще всего, просто зная, как это реализуется, как это сделать. В нынешних условиях нередко приходится использовать VPN-сервисы, хотя бы понимание принципов их работы и элементарная логика работы с ними. Домены, субдомены имеются в виду управление структурами доменов, субдоменов вашего интернет-ресурса, к ним же относятся зеркала и склейки, которые могут критично повлиять на продвижение вашего интернет-ресурса в поисковых машинах, которые могут очень сильно сказаться на эффективности ваших рекламных кампаний в случае неправильной настройки этих самых зеркал, какие зеркала бывают, что их шесть типов, чем они друг от друга отличаются, как их проверить, как выяснить, какое же зеркало основное у меня для моего сайта, какое неосновное, что делать с неосновным зеркалом, что такое редиректы, в том числе здесь как раз чуть позже у меня они упомянуты, почему редиректы могут помочь настроить зеркала на моем сайте, как это проверить, опять же, делать это, скорее всего, будет какой-то специалист по администрированию вашего сервера, но контролировать и проверять этого специалиста необходимо будет интернет-маркетологу. У многих есть очень странная иллюзия, заключающаяся в том, что специалисты по администрированию серверов и CMS, и вообще так называемые технические специалисты поддержки очень хорошо и глубоко разбираются в потребностях интернет-маркетологов. Это очень глубокое заблуждение, очень большая ложь. Совсем сказать по-русски, специалистам техническим глубоко и с высокой колокольни плевать на то, что интересует интернет-маркетологов. И поэтому до тех пор, пока интернет-маркетолог не донесет необходимую для него информацию до технических специалистов, сами они никогда и ничего не сделают. Это необходимо воспринимать как данность. Это так. Понятие абсолютное относительно URL-адреса, который точно придется использовать, когда вы будете размещать рекламные ссылки, когда вы будете просматривать отчеты той же Яндекс.Метрики или Google Аналитики, какого-то инструмента для анализа статистики вашего сайта. Хэш – понятие, которое является частью URL-адреса, которые многие, особенно лендинги, используют для указания конкретного места в документе и которые необходимо и обязательно использовать при создании рекламных ссылок. Часто очень. Сюда же можно отнести еще одно очень важное понятие – это UTM-метки. Параллельно добавляю их сюда. Как они формируются, по какому принципу, что такое вообще UTM-метки, что такое параметры сеансов, тоже часть параметры сеансов в URL-адресах, например. Как эти параметры создаются, для чего используются. Часть, одна из разновидностей параметров сеансов – это UTM-метки. Опять же, как их создавать и для чего использовать. Редиректы, о которых я уже упоминал, любого типа, любых видов. Например, в случае, если у вас какие-то страницы на сайте перестали быть доступны или просто вы их закрыли по каким-то причинам. Что делать, чтобы не потерять трафик, чтобы не потерять позиции вашего документа в результатах выдачи поисковых машин, а значит, опять же, трафик. Что делать, чтобы не потерять клиентов в случае, если у вас поменялось название, например, вашей страницы и ее URL-адрес и так далее, и так далее. Коды ответа сервера. Коды ответа сервера, вы все их точно встречали. Это даже не интернет-маркетологам уже хорошо знаком термин 404-й код ответа сервера, 500-й код ответа сервера. А помимо каких-то утилитарных функций, они внесут в себе очень много важной информации для того, кто занимается администрированием, настройкой сайта на поисковое продвижение, особенно на рекламное продвижение. 301-е редиректы, 302-е редиректы, часть как раз работы с зеркалами, например. И это на самом деле совершенно несложно проверить. Все эти коды ответа сервера нам доступны без каких-то специальных инструментов. Кроме браузера ничего для этого не нужно. Интернет-маркетолог просто должен уметь с ними работать. Это инструменты веб-разработчиков. Браузеры, в конце концов, которые хоть и называются инструментами веб-разработчиков, дают возможность посмотреть любому специалисту и не специалисту на то, как выглядит наш сайт, наша страница изнутри, каким образом она отвечает на запросы браузера пользователя, нет ли там каких-то проблем, что происходит в случае, если на сайт заходит не десктопный браузер, а, например, мобильный браузер. И так далее, и так далее. Здесь я сейчас попробовал, как я и обещал, достаточно обзорно пройтись по этой теме. И, как вы уже, наверное, поняли, я так и сделал по верхам. Но думаю, что донес до вас. Если вы, слушая меня, прекрасно осознаете и понимаете, что все, что я сейчас перечислил, вам прекрасно, ясно, понятно, как божий день. Если ни один из этих терминов не вызывает у вас никаких недоумений, то прекрасно вы имеете все необходимые познания в области интернет-технологий для маркетолога. Вам точно можно смело приступать сразу же к освоению какой-то интернет-маркетинговой специальности. Но если больше половины, а может быть вообще ничего из этого для вас не имеет никакого принципиального смысла, кроме самих терминов, может быть, которые вы когда-то слышали, это точно сигнал, что вам необходимо поглубже освоить интернет-технологии, без которых, как я надеюсь, я пояснил интернет-маркетологу, не обойтись. Я постарался привести реальные примеры, в которых каждая из этих технологий для интернет-маркетолога будет иметь какое-то значение, ценность, с которой интернет-маркетолог за время своей работы обязательно столкнется. И хорошо, если он будет в ней компетентен или как минимум понимать, что это такое. Как я уже сказал, повторяюсь, интернет-маркетолог все-таки не технический специалист, но без него никакие технические специалисты ничего толком не сделают. То есть для цели интернет-продвижения они точно ничего не сделают. Поэтому интернет-маркетолог обязан, это его профессиональная обязанность, уметь сформулировать для специалистов технического профиля задачу, которую требуется выполнить в целях достижения каких-то маркетинговых результатов. Например, уважаемые технические специалисты, прошу вас настроить 301-й редирект с раздела такого-то на раздел такой-то в связи с изменением наименования этого раздела в случае, соответственно, срок такой-то контролировать буду таким-то образом, когда вы это сделаете, прошу сообщить. После чего вы должны, когда они вам сообщат, что 301-й редирект, с такого-то раздела на такой-то раздел настроен, вы должны зайти на сайт и проконтролировать, что они сделали. Действительно ли они настроили 301-й редирект, действительно ли он работает ровно так, как действительно вы предполагали, как вам нужно. Вот такой пример постановки задачи и контроля результата – это сплошной и постоянный процесс, без которого не обойтись в реальной работе в обычной профессиональной жизни интернет-маркетолога. Вопросы по этой теме, по этому блоку. Хочу повторить еще раз, наш курс интернет-технологии, базовый курс для маркетолога – это как раз курс, в котором все то, что было перечислено, рассматривается на именно том уровне, который необходим обычному интернет-маркетологу. Параллельно я бы хотел еще показать специальный тест, который мы подготовили для тех наших слушателей, которые планируют осваивать специализацию интернет-маркетолога какую-либо. И при этом, кто считает, что у него уже есть необходимые знания в этой области. То есть все, что я перечислил, как я уже сказал, они прекрасно освоили, знают, как минимум понимают, что это такое, умеют с этим работать и готовы и умеют контролировать при необходимости работу технических специалистов. У нас есть специальный тест. Я сейчас скину ссылочку на этот тест. По итогам нашего курса, этот тест по итогам, то есть он, по сути дела, конечно, для тех, кто этот курс уже прошел, но, повторяюсь, если вы хотите себя попробовать, если вы хотите проверить себя и вы поняли, что, в принципе, вы все это знаете, то с помощью этого теста вы легко проверите себя, действительно ли вы все необходимое знаете. Если у вас получится пройти этот тест, вы смело можете предъявить результаты этого теста нашим администраторам, когда вы записываетесь на какие-то курсы, и позитивный результат этого теста автоматически будет признан необходимой, достаточно и необходимой подготовкой базовой для того, чтобы пройти любые другие курсы по веб-аналитике, по Яндекс.Директу, по ВКонтакту, по SEO, по e-mail маркетингу и так далее, и так далее по всему стеку курсов по интернет-маркетингу. И одновременно, если вы попробовали себя в этом тесте, повторяюсь, нет смысла что-то пробовать в этом тесте, если то, что я только что перечислил, вот это все для вас темная деревня, темный лес, то смысла нет. Лучше как раз прийти к нам на этот курс, и все это станет для вас ясно и понятно. Конечно, вы не станете сразу экспертами в этих областях, но как минимум вы разберетесь в основных принципах, понятиях, вы точно будете знать, как это делается, вы попробуете это руками, у нас очень много практики на этом курсе, практически больше 50% времени это практика. И в случае необходимости вы сможете вернуться либо к видеозаписи курса, либо к вашим записям, либо к презентациям, которые мы выдаем обязательно на каждом курсе преподавателя. И сможете восстановить в памяти, как это работает, что с этим делать, и вы точно сможете решить ту или иную маркетинговую задачу, которая чаще всего упирается именно в задачу техническую. Вопросы? Вот этот курс, о котором я только что упоминал. Если вдруг у кого-то возникнет желание его посетить, ссылочку я на него тоже скину. Здесь можно найти расписание, время, когда он будет проходить. Ближайшее занятие будет 23 ноября. Это всего лишь 8 академических часов, то есть один учебный день. Он идет очень плотно. Как вы видели, очень много информации мы разбираем в рамках этого курса. То есть все, что я только что перечислил, плюс много еще другого. Если у кого-то есть вопросы по другим нашим курсам, по другим направлениям или по тем темам, которые я сейчас озвучил, с удовольствием готов на них ответить. Welcome. Можно в чате, можно голосом. Спасибо. Спасибо, Гульнара, за вопрос. Есть вопросы по нашим курсам по управлению проектами, которые тоже веду я в рамках нашего центра, в частности по направлению agile и по фреймворку Scrum. Возможно ли получить после прохождения международный сертификат? Буквально недели две назад одна крупнейшая китайская компания, имеющая представительство здесь в России, проходила у меня обучение. И мы как раз нашим слушателям выдавали такой международный сертификат. Это был сертификат, не совсем сертификат. Вообще наши все сертификаты центра специалист, они и на английском, и на русском языке. Я говорю про сертификаты об окончании обучения у нас. Кроме того, у нас этот курс сертифицирован в PMI. И несмотря на то, что PMI из России ушел как таковой, но мы выдаем специальный англоязычный PMI сертификат от компании PMI, Project Management Institute американский, в котором указываются PDU-баллы, так называемые, которые необходимы для того, чтобы получить возможность сдавать тесты, сертификацию проходить от компании PMI, в которых указано 8 и 10, соответственно, PDU-баллов за первый и второй курс Scrum 1 и Scrum 2. Это то, что мы выдаем. А вот получить именно сертификат какой-то западный, в частности, сейчас в настоящий момент ввиду ограничений, которые в частности в России существуют, если вы в России, могут не позволить вам это сделать. Очень многие, а почти все сертификационные центры, в частности, по Эджайлу, точно все, они имеют характер юрисдикцию нероссийскую. В частности, я знаю, в Белоруссию многие выезжают для того, чтобы получить сертификаты, сдать тест. Многие используют для этого другие страны или способы. Поэтому здесь необходимо исследовать тему, она меняется постоянно, что происходит в каждый момент времени с отдельной конкретной сертификацией, надо уточнять. А вот для того, чтобы получить подготовку, вот как раз наши два курса, например, Scrum 1 и Scrum 2, по итогам у нас есть точно так же тест, который вы можете также на английском языке попробовать пройти, и сдать, и он как раз позволяет вам проверить себя на предмет того, готовы ли вы к какой-либо сертификации. А дальше уже на ваше усмотрение вы можете использовать сертификацию «Экзин», «Скрам Альянс» и так далее, и так далее. Их очень много на рынке. У нас подготовка ведется по «Экзину», но, повторяюсь, знания даются универсальные, которые пригодятся при сдаче экзамена по любой сертификации. То есть подготовка – это наши два курса Scrum 1 и Scrum 2, если вы хотите именно по Scrum сертифицироваться. Плюс необходимо будет почитать книжечки, набраться общего такого бэкграунда, больше такого информационного. Потому что в сертификатах, в тестах на сертификацию без каких-то общих рассуждений и философских концепций тоже не обходится. Спасибо за ваш вопрос еще. Да, то есть после нашего курса и после того, как вы попробуете себя как минимум в тестовом экзамене который взят у нас у «Экзин». «Экзин» – это одна из крупнейших сертификационных платформ и центров, в частности, по направлению «Энжайл». Вы можете быть уверены уже на 60-70%, что как минимум экзамен «Экзина», например, вы сдадите. Попробуйте себя. Есть еще тестовые экзамены у других сертификационных платформ и сервисов. Попробуйте себя и все. Повторяюсь, какой-то еще общий бэкграунд, может быть, одна-две книги тоже вам помогут. И все. Если вы говорите про курс «Скрам», то для него никакой необходимой подготовки нет. То есть на него можно идти сразу. Там у нас минимальная подготовка, имеющая, по сути, просто указывающая на то, что вы должны иметь какой-то базовый опыт проектной деятельности. Занятия сейчас у нас проходят как очно, так и по вебинарной форме, так и в формате открытого обучения. Три разных формы. Все это необходимо смотреть в расписании, выбрать нужный вам курс, и там будет указано, в каком формате проходит занятие. Если для вас принципиально какой-то из форматов, посмотрите, когда будет проходить этот формат. Занятия в формате очном сейчас проходят довольно редко. Это началось с ковидной фазы по очевидным причинам. Затем после отмена серьезных ограничений все равно очная форма не так часто собирается. Хотя проходят такие занятия, просто в расписании они стоят не так часто. Чаще сейчас стоят формы открытого обучения, когда вы занимаетесь по видеозаписи курса, такого же курса, который читали в очном формате, но только в присутствии преподавателя, так же, как и в обычном формате, но по видеозаписи. Не преподаватель читает лекцию, а вы смотрите видеозапись, и параллельно преподаватель в аудитории отвечает на ваши вопросы, если они у вас появляются. Подошло время окончания нашего занятия. Спасибо вам за вопросы, спасибо всем, кто принял участие. Ждем вас на наших занятиях, ждем вас на других наших открытых мастер-классах, семинарах, на сайте специалистов. В подвале есть кнопочка мастер-класса, зайдите туда, посмотрите, что вас интересует. Там сотни тем. И записывайтесь, ждем вас. Спасибо за участие. Спасибо. 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 Спасибо.